Приветствую вас и ревность, вот, любая ревность, это всегда про заверность в себе и про излишнюю направленность на себя. То есть, ревнуя свою подругу к другим, вы тем самым боитесь ее потерять. Боитесь вы ее потерять, почему? Потому-то для себя, в этом случае для себя, вы упустите то, что вам важно, то, что вам нужно, то, что вам необходимо. Иными словами, то, что вы получаете, собственно, с подругой. И получается, что вы в некоторой роде от нее зависимы. И для того, чтобы перестать ревноваться, нужно перестать быть зависимым от нее. Снизить, если вы позволите так выразиться, снизить ее значение для вас. Вот, именно такую вот рекомендацию для начала я бы вам дал бы. Вот. Далее, значит, поскольку мы говорим о... Дальше мы говорим в том числе... Мы говорим в том числе и о том, что... Вы нацелены на себя. Да? В контексте вот... Своей подруги. Вы нацелены на себя. То давайте попробуем подумать, почему вы нацелены только на себя и не думаете в этот момент, например, о подруге. То есть, вы, условно говоря, делаете ей хуже с тем, что ревнуете ее. Вы ее учим засте. Ну, определенным образом. Вот. И, соответственно, это усимление приводит к тому, что... Она от вас, ну... Скорее всего, вот... Закрывается, да? Скорее всего, вот, как-то... Может от вас она... Отдаляться. Вот. Ну, в любом случае... Хорошего в этом, знаете ли, мало для вас. И тогда... И тогда... Первое, о чем вам стоит обязательно подумать, это о том, значит, почему вы боитесь ее, собственно говоря, потерять. Почему вы боитесь остаться без подруги? Почему вы... А... Вдаете ей... Такое большое значение, Вдаете, что ее возможный у... 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 От вас... Вас... Пугает. Вот это, пожалуй, то, о чем... Нужно вам... А... Самостоятельно... постараться подумать, ибо это очень важный момент, важный момент. Вот, ну а дальше, на самом деле, я бы рекомендовал вам работу на уверенность в себе, или лучше сказать, работу по преодолению неуверенности в себе, если вот можно вот так вот выразиться, потому что именно она не уверена в себе, мешает вам, на мой взгляд, именно она, это неуверенность в себе, мешает вам позиционировать себя как, ну, равноправного члена, скажем так, отношений, как равноправного партнера в отношениях, что неизменно приводит к тому, что вы как бы проигрываете, вы как бы проигрываете, вы остаетесь, ну, на позиции как бы ведомого, ведомого, не ведущего, как это, в принципе, вот должно быть, да, а именно на позиции ведомого. Это не может быть чем-то хорошим для вас, это не может быть чем-то таким, чего бы вы хотели бы, наверное, для себя. Кроме того, ревнуя, опять же, ревнуя свою подругу, вы тем самым как бы даете ей понять, что, вот, в любом случае, вы от нее никуда не денетесь, что, в любом случае, вы будете с ней, вот, а это, как вы, я надеюсь, сами понимаете, негативно сказывается, опять же, на том, как она подруга вас воспринимает. То есть одно дело, если она воспринимает вас как свободного и независимого партнера, а в другой, другое дело, другое дело. Когда она подруга воспринимает вас как зависимого от нее человека, и, по сути, это дело не особо вас воспринимает. И вот эта ситуация, она, в принципе, она иная, принципиально другая, и мне бы хотелось, чтобы вы, проанализировав ее, проанализировав эту ситуацию, либо пришли к тому, что вам таки нужно, как-то, вот, себя менять позиции, как раз таки, у нас, вот, уверенности в себе. И, с другой стороны, больше времени, больше энергии, если угодно, посвящать именно подруге. То есть делать так, чтобы она, именно она, подруга вас, чувствовала, чувствовала, что вы, как бы, делаете что-то для нее. Что вы стараетесь сделать, именно для нее что-то. То есть вы не для себя хотите, вот, там, чтобы она была, например, с вами. А для нее, что-то, вы на нее направляете свою энергию. Ну и, наконец, последнее, что я вам могу, могу порекомендовать в данной ситуации, это, пытаться сделать вот такое, на самом, ну, на самом деле, не очень, не очень тяжелое упражнение, не упражнение, а такую вот технику, технику смысловую. Значит, вы, когда хотите свою подругу ревновать, вот, вы обречете внимание на то, куда и как направляет ваша энергия. Да? То есть, смотрите, куда она направляется. ревновать, очевидно, что вы направляете ее, скорее, в негатив, в негативную сторону, сейчас, когда проявляете ревновь. Значит, вам нужно направлять ее в позитивную русло. Вот. По сути дела, направление энергии в позитивное русло, поможет вам избегать какого-то количества неприятных ситуаций, которые вы заставляли вашу подругу думать о вас как-то плохо. Вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать. Два, три, четыре, пять раз вы сделаете это. Два, три, четыре, пять раз вы повернете в подобное. То есть, трансформируете, перенаправите свою энергию, да, несколько раз. И после этого вам станет легче, вы по привычке уже будете это делать. По привычке будете проявлять позитив, когда вам хочется проявить негатив. Вот это вот правильная позиция, она направлена именно на то, чтобы снизить негативный эффект от того, что вы чувствуете. но надо сказать, что подобная техника лишена от такого смысла, если вы не будете работать над собой, в направлении уверенности в себе и в направлении своих потребностей, которые пока что, к сожалению, вы пытаетесь удовлетворить через свою подругу, что не есть хорошо. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Редактор субтитров Корректор А.Егорова